очень вкусный кофе я сегодня уже второй раз здесь пробую его вчера понравилось мягкий насыщенный вкус это что немаловажно так что могу посоветовать вам добрый день дорогие друзья приветствую в городе курорте Анапа сегодня я хочу вам рассказать об одной из кофеен которые находятся на улице Терской 160 на перечесении с улицы Красноармейской напротив входа в центральный рынок очень удобное и приятное место которое находится в самом центре города курорта Анапа ребята захотели поддержать наших солдат и мы сегодня с вами расскажем о них это очень хорошее и прекрасное начинание напротив есть стоянка для автомобилей работает кофейня с 9 утра до 10 вечера есть здесь возможность посидеть на улице называется на про кофе удобные места и предлагают разнообразные напитки очень хорошо украсили свою кофейню внутри есть удобные пуфики на которых можете посеять либо мягкие стульчики зон для отдыха в принципе предостаточно про ассортимент можете увидеть что огромное количество разнообразных вкусняшек также разнообразные печенки ну и здравствуйте здравствуйте меня зовут мартира сиан тарон я бариста кофейный по кофе рад с вами увидеться если не против поговорим немножко о нашем ассортименте сам по себе кофе очень интересный продукт потому что для большинства из нас это просто горький вкусный напиток который приятно выпить утром с каким-нибудь печеньем и пойти на работу на самом деле если пить его чуть чуть более вдумчиво можно найти для себя сотню новых вкусовых ощущений которые всегда приятно вас удивят потому что в зависимости от того на какой земле росло зерно кофе которую мы используем в зависимости от того какая обжарку этого зерна и зависимости от того какой урожай предрасположен к земле в котором росло зерно весь вкус кофе может отличаться основной сорт кофе который мы используем для наших напитков называется кофе ного италия это сорт кофе в котором кислотность опущена до минимума ярко выраженный вкус кофе и умеренная сладость. Нас очень часто спрашивают о том, делаем ли мы кофе на растительном молоке. Разумеется, кроме того, чтобы делать все классические воды кофе, у нас есть всегда три-четыре вида растительного молока. Кокосовое, банановое, миндальное, овсяное, на которых мы, конечно, работаем. Кроме кофе, делаем очень много разных напитков, коктейлей, соков, фрешов, лимонадов. Также оригинальные напитки, которые больше вы не встретите нигде, кроме нашей кофейной. Я вместе с нашими напитками предлагаем вам попробовать свежайшие десерты, которые мы получаем с очень известной кондитерской в Анапе. Десерты очень разновидные, всегда свежие, натуральные, всегда из натуральных компонентов. Конечно, кондитерская работает всегда так, чтобы угодить всем нашим клиентам, и для всех наших клиентов всегда присутствует индивидуальный подход. То есть, если наши клиенты желают молоко, например, с каким-нибудь натуральным соком апельсиновым, мы всегда его добавляем, или делать наполовину молоко обычное, наполовину растительное, или добавить сливки. Мы всегда, разумеется, делаем так, как желает наш клиент. Наше главное правило – это угождать клиент. У нас в ассортименте всегда очень много разных видов чая. Например, сейчас у меня в руке довольно редко встречающийся вид чая, который называется малина-мята. Он делан из нескольких видов трав, и достаточно вкусный. Его можно пить просто так, дает чуть-чуть настояться, и сразу пьете они сахара, никаких-либо других добавок. Он сам по себе очень самостоятельный. Кроме этого, есть очень много видов. Гранатовый, облепиха, имбирь, классический черный и зеленый, гречневый, березовый, жасминовый. То есть, конечно, и чаев всегда у нас можно подобрать очень много видов. Также можем для вас приготовить свежайшие фреши из натуральных фруктов. Апельсины, лимоны, бананы, арбузы всегда есть в наличии. Лимонады, очень много разных коктейлей на основу фруктов, молочная. Мы всегда найдем напиток, который понравится именно вам. В качестве десята также можем предложить вам наше мороженое. У нас всегда есть несколько видов натурального, очень вкусного мороженого, которое вам обязательно понравится. Также мы его добавляем во многие напитки. Мы занимаемся профессиональным латте-артом. Всегда на очень многих напитках можно нарисовать даже те рисунки, которые понравятся именно вам. Начиная с простых сердечков, простых кусочков, бабочков, заканчиваются даже лицами людей и девушек. И мне обычно клиентам такое всегда нравится. Сейчас мы сделаем классический напиток латте. Он один из самых известных кофейных напитков. Для него используется 220 миллилитров чистого молока, профессиональное молоко, которое мы используем, а также 30 миллилитров эспрессо. Эспрессо — это основа любого кофе, который мы делаем. Снотоки кофе любят его пить просто так, как горький напиток, который им дает вкусовые ощущения, а также это используется во всех классических кофейных напитках — капучино, американо, латте и так далее. Сначала мы сделаем эспрессо. Всегда тщательно протряхиваем группу, она должна быть у нас всегда чистой. Кофемашина у нас настроенная, всегда в одиночную группу идет примерно 8 миллиграмм кофе. Рассуем и отдаем на эспрессо. За каждый счет эспрессо мы всегда взвешиваем, потому что в данном деле очень важна конкретика. Шот готов, оставляем его на минутку в сторону и занимаемся нашим молоком. Заливаем его в наш большой питчер. В зависимости от того, какой объем напитка, который мы делаем, мы используем разные питчеры — маленькие, большие. Ну, самые маленькие у нас просто для шотов эспрессо. Убиваем молоко, чтобы оно поднялось у нас примерно на сантиметр-полтора. Хорошенько нагреваем. Нагревать его нужно до состояния, когда руке уже некомфортно. Это знак, что температура молока уже оптимальна и готова к употреблению. Встряхиваем его, чтобы молоко всегда у нас было ровным. Наливаем, оставляя зазор примерно в полсантиметра, и готовимся наливать наш эспрессо. Хорошо, напиток лата готов. Давайте продегустируем, друзья, вот только что при нас приготовленный напиток. Восхитительный вкус мне. Вот как ты рассказал, я понял, почему мне, в принципе, и понравился здесь кофе. То, что у него нет вот горечи, у него, наоборот, такой более выраженный, насыщенный вкус, и вот действительно нету кислоты. Как раз таки ты рассказываешь, я понимаю — о, точно, вот этого нет, этого нет. Так что, ребятки, поэтому могу посоветовать. Приходите, пробуйте и рассказывайте потом в комментариях, понравилось вам или нет. Будем очень вам рады. Самое главное, к каждому клиенту у нас всегда индивидуальный подход. Мы делаем все, чтобы угодить именно вашим вкусовым рецепторам. Приглашаем вас к нам в кофейну «Черская» 160 по кофе.